В Саратовском цирке заканчивается монтаж оборудования. Артисты привезли более 100 тонн аппаратуры. В анонсе шоу организаторы заявили два часа о любви и ненависти. История сопровождается фейерверком, дымом и пеной. Завтра премьера и многое надо успеть. Поэтому от традиционного пресс-показа решили отказаться. Артисты ограничились лишь небольшими фрагментами. Идея программы родилась в 98-м. Тогда московские организаторы решили обновить сказку Гоффмана, сохранив музыку Чайковского. Классика обрела новые звучания. Игрушечные зайцы в масках ацтеков выходят на тропу войны. Биться с войском кибер-мышей. Впервые на суд зрителей постановку представили 6 лет назад. В России ее сразу назвали спорной за свободную трактовку музыки. Поэтому обкатывать шоу предпочли в Европе перед более искушенной публикой. Французская газета «Монт» после наших гастролей во Франции написала, что это не театр, не цирк и не балет. И в то же время это и театр, и цирк, и балет. И названия этого жанра нет одного слова. И поэтому они предложили назвать это жанром крокотук. Сама сказка тоже подверглась переосмыслению. Главная героиня, девочка Маша, слушает дома пластинку щелкунчиком и засыпает. Оказавшись в магическом мире, подросток встречает волшебников, короля мышей и щелкунчика. С ним Маше предстоит пройти немало испытаний. В конце истории так и непонятно, остается ли девочка в мире кукол или, вопреки желаниям, проснется. Больше, чем уверен, ей будут люди, которые или не поймут, или скажут о том, что это к цирку не имеет отношения. Тем не менее, есть и в России, и в Европе такое шоу, которое создано российскими продюсерами. И это шоу имеет право быть показано саратовскому зрителю. Язык жеста довольно сложен для понимания, говорят артисты. Если и вести детей на представление, то подготовленных, как перед походом в театр. В цирке уверены, в Саратове постановка найдет своего зрителя. Триумфальные гастроли по городам России тому подтверждение. Многие на шоу ходят неоднократно и каждый раз видят новую сказку. Зинара Дусалиева, Евгений Пресс, Алексей Барыбин. Новости. Телеобъектив.